Микс Ньюс Добрый день, уважаемые радиослушатели. Начинаем работу в прямом эфире. Вчера была очень интересная конференция, посвященная теневой экономике. Два его участника. Сегодня у нас ее участника, сегодня у нас в студии. Это преподаватель Ресеба и доктор Наук Валтерс Болевич. Добрый день. Добрый день. И, я думаю, тоже хорошо нам знакомый радиослушательный эксперт социальный из конфедерации работодателей. Петрис Лешков, у нас добрый день. Добрый день. Да, ну вот мы знаем, что сейчас и правительство, уже идет активная работа над, ну не знаю, можно ли это назвать реформой, но налоговыми изменениями со следующего года, назовем это так. Ну и одно из предложений, которое фактически дискутируется активно в Министерстве финансов и не только, скорее всего, можем прогнозировать, что оно будет, конечно, принято. Речь идет об изменении налогового режима микропредприятия и одно из объяснений Министерства финансов, что это все-таки, во-первых, повысит социально защищенность тех, кто работает на микропредприятиях, ну и будет какой-то дополнительный доход в бюджет, в том числе с учетом вот острой необходимости увеличивать ассигнование на здравоохранение. Я не знаю, ну может быть, господин Лешков, он свой первый на счете. Как вы относитесь к этим изменениям? Ну, во всяком случае, микропредприятия должны были начинать платить этот хоть один процент с оборота для здоровья уже с 2018 года. Это должно было быть так, ну, потому что это было бы справедливо другим, которые платят налоги, да? Но почему-то так не произошло, и этот один процентный пункт добавить, 16, ну там, конечно, денег довольно мало, 5,5 миллиона, но тоже деньги. Каждый миллион тут важный, да? Если же мы смотрим на предложение увеличить этот налог на микропредприятия на 25%, ну, это, по идее, мы можем их загнать опять в подполе, к сожалению. Если бы они дошли бы до 20%, да, потому что тут надо иметь в виду, что это не налог на саму рабочую силу, а наоборот предприятия. Да, многие путают. Да, да, это совсем что-то другое, потому что это не на заработную плату, а это налог на оборот предприятия, в котором человек работает и получает заработную плату. Значит, там часть налога уже сам по себе делает валовый продукт, ну, то есть часть от этого налога есть на самому налогу. Ну, там внутренняя двойная, но это мелочи. Если бы они пришли к выводу, что этот налог можно поднимать потихонечку до 20%, который, кстати, была изначальная ставка предусмотренная, тогда было бы нормально. Если же повисит на 25%, я думаю, мы просто посмотрим, что не будет там, теневая экономика уже не будет там 24,2, а может быть 25%. То есть есть какая-то грань, выше которой уже риск, что они уйдут просто в серую зону, да? Ну да, этот как феномен Ла Ферра, ну там ясно сказано, что если чуть-чуть государство переступит эту точку Ла Ферра, и она неизвестна, она никогда неизвестна. Если эта ступень будет переступлена, значит будет более высокая теневая экономика, или же просто будет прижатие экономик, то есть экономика не будет развиваться. Господин Валерьевич, как Вам кажется, все-таки, сколько еще, в скольких суммах, или вообще о чем мы говорим в бюджете здравоохранения вообще требуется, чтобы мы сказали о том, что да, вот сейчас система здравоохранения обеспечит самое главное, это доступность медицинских услуг для всех жителей? Общая сумма в Латвии должна достигнуть 5% от своего госпродукта. От валового продукта. Сейчас, по-моему, 3 с копейками. 3,4, 3,3 там. Эта комиссия сегодня сделала заявление в Сейме, и там сказано 3,8. Но, во всяком случае, это мало. Мало. Да, понятно, что это мало, и это самый низкий уровень в Балтии. То есть в Литве и в Эстонии уже выше. И в Европе, кроме Кипра. Потому что в Кипре есть другая система. А, понятно. Ну вот тогда сразу возникает вопрос при всем, может быть, правильности вот этой идеи микропредприятий, да, чтобы все-таки все платили этот социальный налог. Тем не менее, мы понимаем, что этих денег, которые можно собрать, изменив налоговый режим микропредприятий. Вы правильно скажете, что каждый миллион, конечно, важен. Но, тем не менее, мы понимаем, что это недостаточно для медицины. Где еще? Какие есть источники, откуда брать деньги? Потому что, когда вот мы там проводим интерактивы, и звонят нам радиослушатели, они говорят, ну, понятно, государство ищет любым способом, как залезть к нам в карман. Но мы знаем, что налоги на труд и так весьма высокие в Латвии. Куда еще? Вот какие есть варианты, какие есть возможности для маневра вообще у государства? Да, насчет микропринимателей, план государства такой, что с следующего года, 1 января, снизить оборот 40 до 20 тысяч евро и оставить одного работника, который владелец компании. Ну, с моей точки зрения, очень правильно, если ты занимаешь каким-то… Потому что существует индивидуальный предприниматель. Да, 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 все правильно. Но понятно, что те налоги, которые возможно с этой реформы получить, ну, очень маленькие. Понятно, надо смотреть на теневую экономику, потому что она очень большая. Это 1,4 в общей экономике Латвии. В 2018 году было 24,2%, и самая низкая, она была только в 2016 году, когда была 20,1%. За 2019 год еще статистики нету, пока не будем гадать, но понятно, что мы должны снизить как минимум на 10%, чтобы достичь уровень Эстонии, где около 15%, и Литве, где около 16%. Вообще убрать теневую экономики из экономики, возможно, но это стоит очень огромных ресурсов, и она даже очень благополучных стран мира, тоже Европы, она все время где-то около 10%. И я думаю, что цель достичь 15% была бы очень хорошей цель для правительства, и это добавило 1 миллиард к нашей экономике. Ну, мы тогда смогли более, понятно, денег потратить уже на, не знаю, на онкологии, на другие наши, которые затратами должны, ну, где Литва и Эстония тратят больше. Вот насколько эффективны какие-то попытки, если такое слово здесь уместно, поиграться с ПВН или с НДС, потому что мы знаем, что целый сектор предпринимателей просит, чтобы сделали там пониженную ставку ПВН, начиная от рестораторов. Они говорят, что вот в ресторане нужно сделать там 12%. Мы знаем, что целый ряд инициатив от депутатов оппозиционных и вот Манабаус В по поводу медикаментов, чтобы сделать 5%, это позволит, как говорит инициатор, еще и сэкономить деньги государству, больше будут средств на компенсационные медикаменты. Вот, как вам кажется? Да, насчет медикаментов в Литве 5%, это мы говорим о медикаментах, которые рецептурные. Рецептурные, да, рецептурные медикаменты. Да, рецептурные. В Эстонии 9% и в Латвии 12%. Понятно, что в Латвии мы должны как минимум достичь цели Литвы, и 5% было бы правильное. Но это бы реально понизило цен на медикаменты? Да, понятно. Я почему спрашиваю, потому что мы знаем, что сейчас политики начинают говорить о том, ну вот видите, мы там снизили НДС на местные овощи, и никак это не повлияло на цены. Ну, я должен сказать, что они понизили не на местные овощи, но на характерные местным условиям. Да, да, да. Там очень такая интересная игра была. Очень интересная, да. Слов, что вот якобы на местные. Нет, во всяком случае, они понизили, в конце концов, они понизили этот, ну, НДС, да. Они понизили для Латвии характерные, ну, в Польше произведенные яблоки, которые привезли в Латвию. Ну, они... Да, в Латвии тоже характерны такие яблоки, да. Яблоки характерны в Латвии, картошка характерна в Латвии, морковка, все это характерно в Латвии, и когда это все привозят из Польши, они все равно есть характерны для Латвии. Потому что сделать на разные НДС на продукцию в Евросоюзе по признаку, что она произведена в таком или в таком государстве, это невозможно. Невозможно в условиях Евросоюза. Вот, и поэтому там такая интересная игра, но во всяком случае, если мы смотрим на этот налог, тогда социальные вопросы этим налогом не решаются. Вообще, они никогда не решаются. Можно, конечно, быть какие-то эксклюзивные варианты, ну, что точно там, книги или, ну, есть вещи, на которых можно. Но, по идее, от этого всегда выигрывают те, кто больше покупает. Если же мы смотрим на рецептурные медикаменты, то, по идее, должно было быть так, что человек платит за рецепт просто, ну, как этот есть, там, 2 евро или сколько. И этот, если врач сказал, что этому человеку этот медикамент нужен, чтобы он был здоров, значит, это должно компенсироваться полностью. И должен человек оплатить, ну, там, маленькую такую сумму, которая, но у нас как-то это не получается. Михаил Балерьевич, вот такой вопрос, который я хотел задать, может быть, он наивный. Вот мы знаем, что сейчас и в рамках так называемого капитального ремонта финансового сектора, и в рамках других мероприятий, и активной работы службы госдоходов, уже кажется, что вот для теневого сектора практически не осталось места, потому что, ну, мы знаем, и рейды происходят там, я знаю, в автосервисах пытаются, те, кто там, не знаю, в сараях что-то ремонтируют, у них уже возникают большие проблемы с этим незаконной коммерческой деятельностью и так далее. Тем не менее, когда мы смотрим исследования, мы видим, что действительно процент теневой экономики весьма большой. 23%, 24%, кто-то даже говорит и больше. Вот действительно, всё-таки есть у нас возможность для теневой экономики? Вот я поэтому и сказал, что насчёт 2019 года мы пока ещё не знаем, и я думаю, что эта реформа ещё себя покажет, и точки зрения тоже на теневой экономик, потому что она должна снизяться сейчас. Мне тоже так кажется, да. И я думаю, ну, просто май будет цифр, пока ещё нету, и просто эта реформа объединила государственные здания, которые до этого работали, ну, как бы, с этим вопросом индивидуально. Ну, все вместе. Полиция, ВИД, министерство, финансы, все должны были объединиться, потому что те проблемы, которые возникли для Латвии, как для государства, были огромные. И это, понятно, сразу показывали, ну, такие красные точки, где есть убитки, где просто государство не получает свои налоги. Так что я думаю, что 2019 год должен показаться снижение. Господин Лешков, вы чуть-чуть улыбаетесь, вы скептически относитесь к этому. Я очень скептически отношусь к этому, потому что государство сделало очень-очень много для того, чтобы теневая экономика состоялась, чтобы она была тут. Потому что, если мы смотрим на налоги, на рабочую силу, у нас очень высокие налоги на рабочую силу в секторе, где платят нормальные заработные платы. Если человек получает среднюю заработную плату и выше средней, тогда у него очень большие налоги. Тысяча евро и больше, да? Ну, около средней сейчас тысяча сто, ну, около так, да. И выше, значит, там очень высокие налоги. Потому что, если мы смотрим на реформу, которая была очень нужна для налоговой системы на предприятии, там сделали очень нормально, хорошую систему, значит, предприятие может более нормально со своими ресурсами работать, чтобы развиваться. Но если же мы смотрим на налоги, на рабочую силу, тогда этот дифференцированный необлагаемый минимум, который еще в этом году от 230 сделали эту границу до 300, на этом потратили добавительно 53 миллиона, просто выкнули в ветер. И, значит, ужас, это ужас, да. 53, там около 200 миллионов в этой системе. Но что самое плохое, да, что вот если мы смотрим на предпринимателя, чтобы заплатить на руках человеку от средней заработной платы, если у него нету детей, значит, он получает 366 евро, предприниматель платит 180 евро в налогах. То есть, ну, сверху, да, эти 180. Чтобы оплатить следующие 366, ну, это уже есть к тысяче на бумаге, да, за следующие 366 евро он должен оплатить в налогах 350 евро. Ну, это же что-то совершенно нормальное. Вот это и есть то, что есть почва для теневой экономики, потому что заплатить нормальную заработную плату дорого, заплатить маленькую на бумаге и остальное на руках дешево. Вот и получается. Вот если как мы смотрим этот рассказ, что морковка или пряник и кнут, да, то на данный момент пряник поставили у осла сзади. Только кнут. И кнутом все организации, слава богу, сейчас объединились в единое целое, все организации этому ослику с этим кнутом давай иди вперёд, а пряник сзади. И он смотрит назад, и никак не получается нормальное движение. Да, такое образное сравнение, но, по-моему, очень точное, но это явно действительно не способствует желанию предпринимателя вот работать в белую полностью. Ну, там не только то, там есть ещё второй вариант, что это не только на теневую работает, это работает и на то, что мы сохраняем экономику дешёвой рабочей силы. Если легально платить, значит, мы можем нормально работать на экономику пониженной добавленной стоимости, низкой добавленной стоимости, и это экономика дешёвой рабочей силы, а на нормальной, вот те, кто хочет работать по-белому, им это очень дорого. Значит, мы способствуем сохранению экономики дешёвой рабочей силы, и не способствуем переход на более высокую добавленную стоимость, которая дала бы возможность платить более нормальные заработные платы и вместе с этими, вот. Поэтому, если же государство будет продолжать политик и будет продолжать заниматься популизмом, ну, тогда тут, конечно, ничего хорошего не будет. Да, прервёмся буквально на пару минут на рекламу, потом я нёсся в студию, и не переключайтесь. Микс Ньюс. Ещё добрый день, говорим о теневой экономике, о вариантах, как всё-таки пополнить бюджет, в том числе, чтобы можно было финансировать в необходимом объёме и систему здравоохранения. Вот, если сейчас послушать предпринимателей, кроме вот этой большой нагрузки налоговой на труд, ещё предприниматели, естественно, столкнулись с обратной стороной вот этого капитального ремонта финансовой системы. У многих фирм возникли проблемы вообще с сохранением счёта банковского, с тем, чтобы его открыть. Это, наверное, тоже один из таких вот негативных факторов, которые способствуют теневой экономике. Ну, нет, там, если невозможно открыть счёт, значит, экономики вообще нет. Ну, тогда они и говорят, да. Наше государство должно было это сделать, потому что просто мы слишком долго заходили в такой, ну, очень довольно приятный, о чём мы когда-то даже мечтали. Мы когда-то мечтали, что мы будем как... Швейцария только ближе. Швейцария, между Западом и Востоком, будем тут как банковый сектор, и это очень хорошо шло. Но просто, конечно, если через эту систему начали отмевать деньги, ну, тогда, конечно, в конце концов нам сказали, или же вы хотите быть в этом клубе, в Западном клубе... Со своими условиями и требованиями, да. Да, если вы хотите быть в нашем клубе, значит, вы должны какие-то правила соблюдать, потому что иначе... Ну, вот, и, конечно, Латвия, слава Богу, сделала эти все шаги, чтобы от этого уйти. Ну, это, конечно, повлияло за собой и такие, может быть, слишком, ну, так, перегнули эту палку, ну, потому что неизвестно, как, что делать. Ну, это же первый момент всегда. Есть трудность понять, что мы можем делать, что нет. Ну, и, конечно, тут пострадали те, те, кто хотели открыть счета, да. Георгий Борисович, как вам кажется, насколько реально все-таки Латвии в каком-то обозримом будущем вернутся к этой идее страховой медицины, да, чтобы все-таки были вот какие-то всеобщие полиса у латвийцев, чтобы работодатели за них платили, они сами за себя, потому что были такие попытки неоднократные, но потом признавало, что слишком маленькое количество населения вот это себя не оправдывает, не окупает. Ну, да, есть две системы, которые, ну, скажем так, американский модуль, где вы берете, где, в общем-то, вы платите за все. Посуществует, да. Государство, там, маленький процент, либо государство платит за вас. Но Латвия сейчас самый высший процент Евросоюза, который мы сами доплачиваем, по-моему, 42 или 44 процента. Да, что-то около того. Это в прошлом году вот такая статистика появилась. И понятно, что от 100 евро, если больше, чем 40, мы сами платим, тогда у нас, по сути, уже платевое здравоохранение. У нас нет, по сути, здравоохранения, где государство все оплачивает. Есть некоторые... То есть мы все равно все финансируем, это в большом моменте. Мы все равно сейчас все финансируем, и государство сейчас не может позволить финансировать в таком объеме, чтобы мы смогли бы сказать другое. Ну, это все равно, или мы называем, что мы идем через эту платеж за здоровье, и называем как этот обдрожь нашим. Да, страховое. Страховое. Самое такое, ну, по идее, должно быть система риск-искледств, то есть разделение риска, то есть, да, что человек не платит в тот момент, когда он заболел, потому что у него тогда, оказывается, таких денег нет. Система распределения риска работает на том, что... Или система солидарности. Все время, все время ты платишь какую-то нормальную, ну, доступную сумму, и те, кто не получает в тот момент доход, те не платят, те, кто получает, да платят, все платят какую-то нормальную сумму, и в тот момент, когда кто-то заболел, он получает нормальную услугу. На данный момент, как уже господин Гаврил, в Латвии самый высокий процент платежа с кармана, то есть прямого, прямой платеж, так он называется, свыше 40 процентов. Если мы смотрим по системе, тогда считается, что допустимо, нормальная система, что с кармана платит от 15 до 20 процентов, в Латвии это превышает два раза, два-три раза больше. Это ненормальная система. И, конечно, мы должны, если же, ну, мы смотрим на платеж с прямого бюджета, это самая-самая нормальная система. Просто у нас в Латвии как-то они не могут прийти к тому, что, ну, должны тратить от бюджета как минимум 12-14 процентов от бюджета, или же мы смотрим на валовый продукт как минимум 5 процентов. И на этот момент нам не хватает около 300 миллионов для того, чтобы достичь как минимум эти 5 процентов, которые, ну, с этих можно начинать. Потому что, мне кажется, самое плохое в Латвии то, что уже есть платная медицина для детей. Понимаете, что государство не обеспечивает медицину для детей. Если родители не хотят месяцами ждать, им приходится платить. Да, и там ждать невозможно. И суммы там тоже немаленькие. Ну, более-менее они, ну, у нас более-менее нормальные они, но, конечно, если у родителя надо оплатить что-то более такое, сложное, это дорого. Конечно, если ребенок идет по системе неотложной помощи, тогда все более-менее, хотя тоже там появляются моменты, что есть назначение у специалиста, а специалиста ждать надо долго. А долго ждать для ребенка это опасно для его здоровья. и родители просто платят и все. И все. Вот не могу не спросить моих сегодняшних экспертов вопрос их отношения к прогрессивной налоговой системе, постоянно об этом говорится, правительство определенное, как они сами утверждают, такие вот шаги прогрессивности пытается вводить в основном за счет играя на этом необлагаемом минимуме, и мы видим, что было две ставки налога, 20-23% это правда привело к таким ну я не знаю абсурдным последствиям, когда люди, которые, например, работали больше, чем в одном месте, честно работали и платили с двух-трех мест за них платили под доходы налог, потом они получили письмо счастья из вида, из СГД, где им говорят, что вы, оказывается, еще и должны государству. Вот чем закончилась наша прогрессивная система. Ну, мы должны смотреть на экономику просто. Есть два вида экономика, если так, мы смотрим на экономику, есть развитая экономика, где есть капиталовложения, происходили там трехсот лет и больше, и она все время нормально росла, и есть экономика развития, то есть, когда есть момент, что экономика должна расти, мы должны просто расти эту экономику, потому что она не может нам дать то, что должно, если мы 68% эффективность достигла, что ли, да, и там есть совсем другие правила, есть в одном случае, это так, как, если вам надо ехать в гору, и мы должны по сути, по экономике, мы должны ехать в гору, чтобы достичь тех, которые, у которых было нормальное капиталовложение там веками, да, значит, если едешь против горы, тогда на пятой скорости никак не получится, там должна или третья, или даже вторая скорость, если мы идем на развитие экономики и должны перейти с экономики дешевой рабочей силы на более высокую добавленную стоимость, тогда прогрессивность прямая прогрессивность сконтридицирована, то есть ее нельзя допускать по идее, если мы в этом моменте начинаем сделать прогрессивность, значит, мы опять же остаемся в экономике дешевой рабочей силы, потому что это затрудняет платить нормальные заработные платы, вот это и все, но, конечно, если мы смотрим на прогрессивность, есть прямая прогрессивность и непрямая и косвенная, то есть непрямая прогрессивность, которая допустима и желаема это облегчение на изживенца, это дает для неравенства, снижения неравенства, и это не дает этот эффект, что она тормозит переход экономики на более высокие добавленные стоимости. Вот еще такой вопрос, который хотелось задать, но мы знаем, что это уже такой хрестоматийный пример, отдельные политики перед выборами обещали три по пятьсот, то есть и необлагаемый минимум пятьсот, необлагаемый минимум пенсии пятьсот, минимальная зарплата пятьсот, ну, не очень пока получается, вот как вы к таким обещаниям относитесь? Дорогое обещание, где-то там около миллиарда это обещание стоит, но обещание хорошее. Ну, как это выполнить, да? Да, но выполнить-то трудно будет, понятно. Ну, я должен сказать, что, в общем-то, нам говорят, я слышу, что нам говорят политики, что вот мы достигли необлагаемый минимум триста евро, это ложь, не достигли, мы достигли одну границу, необлагаемый минимум триста евро, но другая граница, при нормальной зарплате, необлагаемый минимум ноль, так что там, ну, мы делаем фальсификацию, это популистическая фальсификация, которая стоит очень-очень дорого, при том, она тормозит развитие экономики, и понимаете, там одна цифра в этих трех цифрах была нормальная, 500 минимальная заработная плата, в этом году государство могло позволить уже 500 евро минимальную зарплату, потому что минимальная зарплата нормальная должна быть где-то около 42-45 процентов от средней заработной платы в стране, значит, в этом году спокойно могли ввести 500 евро минимальную заработную плату. Но это не сделали, сделали как раз наоборот то, что не должно было делать, то есть повысили одну грань не облагаю минимума. Это правда. Еще говоря вообще о системе здравоохранения, очень часто мы слышим больше, конечно, от оппозиционных политиков, но и от экспертов, о том, что сейчас уже бюджет здравоохранения превышает 1 миллиард. мы знаем, и так вот на вскидку говорят, ну, 1 миллиард это очень большая сумма, на самом деле может быть хватило бы здравоохранения этих денег, если бы они правильно и эффективно использовались. Вот это мы часто очень слышим. Это действительно так, не очень эффективно используется, или уже все под контролем, не к чему придраться? эффективность всегда можно об этом говорить, делать, пару миллионов там всегда сэкономировать, но это по сути не будет решать те проблемы, которые в Латвии сейчас. Например, медикаменты в Латвии по сравнению с Литвой только на онкологии мы должны 30 миллионов евро добавить. и мы тогда только будем на уровне Литвии. И даже не говоря о уровне какой-то Австрии, Чуцарии. Тут проблемы возникли довольно большие, потому что много, десятки лет не было такой политической внимания для охранения и понятно в этом не последовало деньги этого. И тут такие маленькие реформы уже не поможут. Я должен сказать, что мы смотрим на эти суммы, которые распределяются. Если же мы смотрим, что вся Европа как минимум 5% свалового продукта тратит до 7, и мы тратим 3,8 и сказать, что там много денег, конечно, есть политики, которые могут сказать, да, как они тратят. Я должен сказать, что есть такой феномен, что если этих денег чуть-чуть не хватает, тогда даже теряется эффективность системы, потому что есть аппаратура, врачу платит меньше, чем полагается, нету врача, значит, аппаратура стоит и эффективность падает, даже до того, что поэтому эти просто такие, ну, можно сказать, опять же популизм говорить. Как и господин говорил, что система всегда может быть более эффективной, чем она есть, всегда может, но с этими деньгами мы уже по мировым стандартам и эксперты со стороны сказали, на те деньги, которые Латвия тратит на здравоохранение, у нас получается очень большая эффективность. Да, вот тоже, наверное, часто мы слышим, не зная, как вы сами оцениваете, это популизм или нет, нам предлагается, как источник пополнения бюджета, в том числе бюджета здравоохранения, вот три варианта, я слышал, это налог на прирост капитала сделать больше, обкладывать специальным налогом вот эти люкс-товары, ну не знаю, там дорогие машины еще более высоким налогом, вот это два варианта, и третий, это то, что фактически предыдущее правительство пыталось ввести, даже был принят закон, потом его отменили, это те, кто не платит социальный налог, вот если им нужна медицинская помощь, они должны или оплатить в полном объеме ее, ну кроме неотложный, конечно, или они должны сделать вот такой ежегодный платеж, помните, этот закон уже вступил в силу, потом пришло новое правительство, госпожа Винкева сказала, что нет, это все мы отменяем, и вот в следующем году собирается ввести, так сказать, иную систему, где тоже надо будет что-то заплатить тем, кто не платит социального, но уже потом. на специальный там, на люкс товары сделать это, во-первых, всегда мы должны сказать, что это есть люкс товар, это первое, да, если мы начинаем акциз, ну там добавлять или что-то, да, это и что мы можем от этого получить, я боюсь, что очень мало, потому что так как у нас ну нету железной стены или как ее назвать, да, человек, который хочет купить что-то очень люкс, он съездит тут рядышком, так что там я боюсь, что в администрации на администрирование этих налогов будет уходить деньги, а толку будет мало, если же мы смотрим на этот платеж, да, конечно, уже конфедерация работодателя уже в 16-м году уже сказала, сделаем такой ну фиксированный платеж с каждого, кто работает и может заплатить фиксированную сумму и был бы, ну там мы рассчитывали на около 350 миллионов, да, добавительно, но в конце концов на это не решились, в конце концов добавили один процентный пункт к социальному, который идет на здравоохранение, это около 100 миллионов в год, но как мы чувствуем, тут надо еще 300 миллионов достать, то, что будет вводить, думает вводить опять же назад этот платеж, который там в году может быть как один процент с минимальной заработной платы со всех, которые не входит в список облегченных, ну, тех, за кого государство должно ответить, то есть, ну, за отвергл группу, ну, как и особые социальные группы, как дети, студенты, пенсионеры, все это и прочее, инвалиды, да, но там, если же мы смотрим, тогда самое большое, что мы можем получить, это около 20 миллионов, это тоже деньги, администрация будет, я не знаю, какая, плохо то, что, если же раньше система предусматривала, что у тебя есть обязательная корзинка, есть, ну, то, что требует права человека, да, и потом, ну, если ты хочешь плановое, значит, там, ну, ты должен участвовать в этой системе и платить за это, в конце концов, потихонечку, но эта система ушла, которую новую, там думает сделать так, что просто, если кто-то не оплатил, тогда будет госслужба, да, служба госдоходов и подавать судовому исполнителю, тот будет стучать к дверке, открывайте, давайте нам платите и не только то, что вы должны государству, а нам за то, что мы постучали за дверкой довольно такую хорошую, в Латвии она очень нормальная, очень хорошие суммы на счет этого, ну, значит, я не знаю, хороший ли этот вариант, и при том, если на этом можно получить всего лишь около 17-20 миллионов, это всего, да, ну, конечно, я и говорю, что и каждые миллионы важны, но если нам нужно 300, мы можем один вместе с этими микропредприятиями, вместе взятыми, мы можем там взять около 20 миллионов, ну, значит, нам еще надо 280, осталось всего лишь, всего лишь, всего лишь, Да, ну, что ж, может быть, такой последний вопрос, так вот, время у нас требитное, идет, есть ли какие-то на ваш взгляд еще, не знаю, резервы, если так можно выразиться, откуда все-таки государство, вот вы сказали, еще каких-то 280 миллионов, вообще, есть ли какие-то резервы, потому что мы видим, что, ну, к сожалению, количество населения у нас не увеличивается, наоборот, люди продолжают выезжать, ну, да, часть предпринимателей за счет гастарбайтеров пытается хоть как-то решить проблему вот нехватки работы, силы, вообще, есть какие-то у нас резервы, на чем мы еще могли бы, не знаю, за счет роста экономики вот эти деньги недостающие получить? Я лично думаю, что только одна тель, снизить теневую экономику, номер один. Это вот сейчас, других вариантов на самом деле нет, да, ну, быстрых пока. да, ну, понятно, налоги все должны платить, и все хотят получать качественную медицинскую помощь, качественную помощь и социальных гарантий, но они все хотят платить, платить, да, ну, как-то неправильно. Ну, я думаю, что, да, теневая экономика есть один, но, чтобы ее снизить, мы должны сделать нормальную налоговую политику, мы не должны сделать систему, когда очень выгодно платить маленькие и очень невыгодно платить нормальные заработные платы, от этого мы должны уйти. Этот же момент, что если мы сделаем фиксированный необлагаемый минимум хоть 100 евро на каждую душу, которая работает, и осталось бы там около 100 миллионов, да, мы не должны тратить деньги на то, что не нужно, да, и снизилась бы и теневая экономика, еще один момент есть то, что если мы даем более хороший переход на более высокую добавленную стоимость, мы увеличиваем валовый продукт, от которого мы опять же около 30% получаем, ну и, конечно, тут надо думать, если государство решится на то, чтобы снизить рабочие налоги на заработные платы, которые нормальные и выше средних, тогда мы должны думать, где мы можем взять эти деньги, не только от теневой, во-первых, там бы снизилась теневая экономика, но и как раз мы можем все-таки думать на налоги, которые идут на, как это есть, добавленные стоимости, налоги на употребление, которые идут, потому что эти не мешают нам насчет экспорта, и это дает возможность более развиваться нормальной экономике и предпринимательству, и тогда было бы и больше налогов. Спасибо большое, так вот время у нас подошло к концу, спасибо большое нашим гостям. Спасибо.